Девочки, привет! Без прикрас выхожу в эфир. Это канал о вязании. Канал называется Емеля Нитинь. Кто меня еще не знает, меня зовут Юля. Приятно познакомиться. Добро пожаловать на мой канал. Подписывайтесь, чтобы узнать новинки, что происходит у меня в вязании, новые мастер-классы. Я выпускаю, вы можете посмотреть на канале, как связать капюшон, двухсторонние шапки, шапки резинкой, варежки, митинги. Все это есть у меня на канале. Кстати, варежек, по-моему, нет. В общем, есть еще над чем работать, постараться. Я вам сейчас хочу показать, что мне происходит, потому что никак мне не хватает времени хорошо подготовиться, чтобы сесть красиво перед столом и вам все рассказать. Давайте я все буду рассказывать постепенно, потому что у меня будет набираться какое-то количество видео, готовых работ. И время от времени я буду их записывать и смонтирую в одно видео. Я потеряла немножко голос. Слышно, возможно, у меня по произношению, по тембру, как у меня немножко так осело все. Первое, что у меня произошло, это я навела порядок. У нас появился шкаф, куда я перенесла кое-какое свое, в общем, одну одежду, вместо одежды положила свои мотки и разобрала вот эту гору. Я показывала вот эту свою стопочку коробок в одном из видео, когда я показывала по хранению своих вещей. И хочу немножко показать, что здесь происходит. Сейчас я переведу камеру в другой режим и все покажу. Вот такой у меня здесь набор, стопка. Это, кстати говоря, что касается экологии. Смотрите, у меня здесь набор. Я здесь собираю старые батарейки. Потом я их сдам вот эти коробочки, которые стоят в магазинах электроники и надам их на переработку. То коронавирус, то одно, то другое. И я так и не успела их отнести. В общем, у меня появилась теперь вместо многоэтажки пониже у меня выросла эта стопка. Здесь у меня реквизит для фотографий, реквизит для упаковки. Хорошая сумка от Лана Гросса. Даже не помню, в какой момент она у меня появилась. Коробки это из Фикс Прайс. Наверное, понятно по наклейке. Так, да, у меня сохранится утюг. Мои готовые изделия в коробочках я сложила. Там же я их переложила лавандой и против моли всякими саше. Все в порядке с ними. Периодически их перебираю. Вот так у меня хранятся. Наверху это готовая шапочка. Скоро едет образцы некоторых изделий. Моточки чуть-чуть. И пару коробок. Случайно у меня так собрались. Я, по-моему, их не использовала. Я использую для отправки своих изделий. А эта коробка, она сейчас пустая. Но в таких коробках, кстати, я вяжу. Эта коробка из-под обуви. Как кому? Я думаю, понятно. Фирма тоже видна. Чем удобна эта коробка? У нее крышка несъемная. Я просто открываю свое изделие. Открываю коробку. Сюда складываю мотки. Почти готовое изделие. И вяжу. Здесь мне тетрадь могут находиться. Все-все-все. И потом вяжу процесс. Раз. Закрыла. И ничего не пылится. Вот так я использую. Здесь у нас, кстати, морозильная камера. У нас еще есть. Очень удобная вещь. Так. Я уже открыла свой комод. Это мой персональный ящик. Раз. Здесь исключительно мотки. Сейчас сразу покажу второй. Мой персональный ящик. Он глубже. И здесь вот так вот много всего. Спицы. Это коробочки тоже для вязания. По-моему, здесь у меня полная. Смотрите. Вот так я храню. Ну, видно, она очень пушистая. Это шапка. Меринос с ангорой. Я ее изолировала от всего, чтобы мне пушок не расходился. Раз. Накрыла. И все. Это банки из-под витамина. Они высокие. Очень удобно. В общем, я использую любую удобную коробочку, которая не попадается под руку, но не применима в чем-то другом. Еще один образец. Кстати, вот я вяжу снуд. В общем, повсюду у меня так все лежит. И, значит, необходимы какие-то иголки, нитки. Здесь ткани. Ткани. Вот так. Давайте перейдем к маткам. Это мой дом более интересно. Этот у меня мешочек с остатками мериносом. Очень жалко мне все это выбрасывать, поэтому я все складировала. Собрала и уже вроде подготовилась. Буду вязать ребенку свитер. Какой-то полосатый, свежим. Вот так вот отложу в сторонку. Я собираю там мериносы 50 грамм 125 метров и 50 грамм там где-то стоит 60-170 метров. Все сюда собираю и свяжу свитер. Итак, вот такое у меня количество мотков. Я думаю, это даже мало. Справа у меня мотки, которые еще не тронуты, и слева, как видно, остатки. Давайте пойдем сразу вправо. Вот эти дальние моточки. Это Drops Alpaca Silk. У меня есть молочные остатки. Начатый. И вот целый моточек бежевый. Нет сейчас уже в Москве в наличии этой пряжи. Ну, вот того или иного цвета. Со свитера, который я показывала косыми. Вот у меня остался один моток, второй моток. Вот как их теперь перемените, я не знаю. Покупать еще пряжу, еще вязать вроде бы не нужно. Еще есть белые. В общем, целая трагедия вот эти остатки. Поэтому лучше, наверное, их использовать как-то в новых изделиях. Это я купила такая лента под замшу. Сейчас эта пряжа уже снята с производства, насколько мне известно. Я ее купила для палантина. И зря сделала. В общем, я считаю, что выбросила деньги, потому что пока я собиралась его вязать, я уже раз хотела его вязать, пряжа осталась, снята с производства, вдохновения нет. Привет. Ну и все, вот он лежит. Не знаю, может, генн для бахромы смогу использовать, но в каком изделии? Ну что-то в детском. В общем, моя боль и печаль. Ланагата. Это пока осталось из проекта. Тоже, наверное, останется целый моток. Это начатый моток. Просто я сохранила на нем бирку, потому что он практически целый. Тоже, наверное, использую его для свитера. Кофейная. Ланагата. Давайте буду, наверное, цвета называть. Это зеленый 13278. Это бежевый. 10046. На сайте он то темнее, то светлее, то желтее. Вот он в жизни как верблюжий цвет. Такой светлый. Светло-верблюжий. Очень-очень, кстати говоря, красивый. Этот кофейный, номер цвета 13777. У нас с дочерью такие шапки. Одинаковые модели. У нее и у меня у нас такой стайм или лук. Еще хочу себе из этой пряжи, вот, наверное, раз из остатков, вот эти два клубочка остатки, и вот эта пряжа связать с лук, потому что у меня что-то стало сильно мерзать в горло. Что касается мериноса с ангоры, я вам показывала из банки начатую шапку. Вот я соединила две пряжи. Ланагата мини-софт. Цвет 20439. И вот такую ангору. Мара Дилана. Цвет серо-бежевый 274. Видно, что, ну, этот действительно прям вот серо-бежевый. Вот фокус навелся. А эта серая. И вместе мне очень хорошую такую гамму дают. Давайте я ускорюсь, наверное. Ализе белая и сиреневая. Бэби Вулл. Планировала связать из них детский комплект, детский комбинезон. Хотела их продавать на Этси, но меня заблокировали. Старая моя история. И вот у меня матки остались. Теперь у меня поменялось мнение по поводу детской одежды на продажу. И вот лежат, наверное, тоже ребенку что-нибудь свежим. Это меринос я позакупала. Вот это целая такая стопочка. Непосредственно в Европе на сайте filati. Точка, по-моему, там it.com. Вот некоторые я поиспользовала по одному матку. У меня осталось разных цветов. И вот эти два матка целые остались. Они в Москве не продаются. Ну, в принципе, в Россию их не возят. Поэтому не думаю, что есть смысл говорить цвета. Они не пригодятся. Это... Вот мне рука потянулась. Это ланагатовский маринос. Маринос для машинки вязальной. И такой спойлер. У меня появилась машинка вязальная. Покажу я тоже вам. Анта Инка Топс. Один клубок бирюзовый я взяла в качестве подарка при покупке в Новый год из магазина пряжи. Почему я взяла бирюзовый? У меня была возможность взять белый, какой угодно. Но я взяла бирюзовый, докупила еще один бирюзовый. Думаю, ну один же не нужен. И теперь у меня два бестолковых бирюзовых цвета. Я, конечно, умею делать, ну такие неправильные покупки, как я считаю. Это тоже Анта Инка Топс. Другие цвета. Давайте скажу цвет бирюзового цвета. Вдруг кому такой нужен? 986. Ну, конечно, он очень красивый. Вот, ну прям так и светится, как у вас на экране. Может быть, не так неоново, но очень красивый нежный цвет. И вот такой бежевый. Это все Анта. Очень мягкая, нежная альпака. Серебристая. Уже не помню, какая даже из Сиама. Из пряжи Сиам. Это Ланагроса. Это все распущенные остатки, то есть перемотанные в какие-то клубки. Вот это распущенная шапка Флаффи. Пряжа Флаффи от Ланагроса. Какой-то остаток белый. Ну, остатки, не знаю, интересные. Интересно смотреть. У меня есть люрекс, вот здесь лежит. Это гидифры малиновые. Софья. Это у меня коробочка с махером. Тоже множество махеров. В общем, я, как видите, все собираю. Не могу ничего выбросить. Рука мне не поднимается. Душа будет болеть. Даже у меня этот твит небольшой. Это коробочка с малобригой остатками. Ну и не только. Вы вот как поступаете с остатками? У меня видите, даже вот если целый, вот целый, а вот это остатки. По идее, вот это нужно все раз и выбросить, но я не могу. Сейчас покажу машинку. Та-да-дам! Это очень и очень большая штука. Это визуальная машина. Это визуальная машина Brothers. Она металлическая, однофантурная. К этой машинке можно присоединить другую, вторую фантуру. Именно поэтому мы на этой фирме остановились. Она старого выпуска. Еще японская. Я еще плохо с ней справляюсь, но вот учусь. Уже постирала один образец, связанный на нее разной плотности. Вот ту самую пряжу бобинную я на этой машинке вязала. То есть у нас этот стол, я уже не помню его длину, честно говоря, не знаю. Но около двух метров в длину я разложила. То есть она где-то полтора метра занимает. Тяжелая невероятная, но именно эта. Потому что металлические у нее детали максимально. Она весит порядка 15 килограмм. Вот эта Brothers. Я не знаю, что он скажет. Вот это вот все. Вот такая у нее модель. KH871. Собирать надо отдельно вот эту антенну, на которой на это усико ставятся ниточки, заправляются. Вот отдельный кейс такой. Это крышка с ажурной кареткой. Там все направляющие складываются. Инструкция у меня такая очень полезная. Кстати, популярно все разъяснено. Но это в общем в придачу удалось. Я купила на вид эту машинку у мастера. Вот так, кстати. Вот одна из коробочек, которую я использую под пряжу. Все тайны раскрыла. Даже мне сейчас немножко неловко. Такая изнанка процесса. Ну вот, смотрите. Вот. Ездит, значит, эта каретка. Честно говоря, с большим треском. Ну, то есть, если вы любите тишину, или вам нужна тишина в доме, то, конечно, это не с машинкой. Вот слышно отрезок. Но это невероятно ускоряет процесс. Я сейчас хочу попробовать, как будет вязать на Мереносе 50 грамм 125 метров. Потому что раз, два, три, четыре, пять. Знаете, поутюжили. И полотно готово. Поэтому буду стараться под машинку, ну, какие-то процессы брать, которые машинка мне сможет связать. Ну, такие дела. Девочки, глядите. Тайна. Здесь в нем батарея. Как вы видите. Сушу образцы. Просто хотела показать, как я это делаю. Стилю вот так махровый маленький. У меня полотенечко, самая маленькая. Вот такой образец. Смотрите, он размером с ладонь. Я попробовала на нем несколько типов вязки. Это будет шапка. Вот моточек. Рядом лежит, ждет. Я не стала отрезать нитку от мотка, потому что в конце, когда мне не хватит нитки, я просто распущу образец, отпарю, если будет необходимо, пряжу. И использую нить в изделии. Потому что нить это очень дорогая. Я не знаю, рублей 700, что ли, за моток стоит, не помню. Вот это образец с вязальной машины. Смотрите. Здесь несколько плотностей. Здесь плотность номер 5, 4, 3. Высушатся, и скоро будет понятно, что из этого происходит. Это я сушу митинки. Под заказ мне заказали митинки. Это, знаете, такие пенки, пазлы для детей, коврики. Я разложила вот эти буковки. В начале было застилено тоже махровым полотенцем. Потом махровое полотенце убрала. И вот так положила митинки. Они уже практически сухие. Но я не стала пока их убирать. По-моему, даже не полностью сухие. Но думаю, пускай еще полежат, чтобы они деформировались. Если не, хотя бы немножко влажные. Очень красивый рисунок. Расскажу об этих митинках потом в отдельном готовом вместе видео, где я покажу эти митинки. И вместе с комплектом они идут с шапкой-тыковкой. Вот такие мне новости. Девочки, я, наверное, не буду в это видео включать готовые шапки, процессы, ну, что я связала. Сделаю отдельным блоком видео с готовыми изделиями. Сниму, смонтирую. А в этом видео я хотела поделиться с вами своими процессами, что у меня сейчас происходит новинками, изменениями. Просто я злит душу про мой вязальный мир, что у меня происходит. Поэтому оставайтесь на моем канале. Смотрите следующее видео. А я вам желаю удачного сезона, хороших проектов, интересных и ровных петелек и поменьше-поменьше перевязов. Всем пока, до встречи!